всем привет ребят после просмотра моего нового ролика про велозвук я ко что понял мне нужно обязательно взять и его сделать в итоге за два дня я его полностью сделал прошу большое извинение за то что я не снимал это все потому что я это делаю очень криво вот потому что ну таком маленьком корпусе разместить все это и снимающие на видео довольно проблематично было ради что я здесь добавил 5 передел полностью всю систему убрал все что здесь было и добавил новое так вот сегодня я вам расскажу чуть про него и покажу некоторые тесты с ним ну и вообще покажу кое-что вот начнем пожалуйста передней панели здесь у нас получается включение света включения усилителя включения общего питания это кнопка переключения режима светодиодов задних вот так же динамики я взял от копистара как эти также пассивные динамики тоже взял от копистар пищалки из компьютерных колонок джениус вот усилитель на микросеме это потрясен 18 d2 вот он значит у нас блютузом 2 по 25 чистыми у нас выдает я туда поставил преобразователь который повышает напряжение с и 20 21 или 15 вольт до 24 вольт чтобы была максимальная отдача вот так же что я могу сказать по поводу этой колонки здесь получается я поставил также очень большой аккумулятор такой же как и в прошлый раз вот это конечно поменьше хватит населитель поставила много мощнее но думаю тоже нормально будет вот так же сюда недолго думая нашел корпус это в общем корпус из-под центральной колонки рейнфорд в общем где-то здесь вы увидите как как она выглядит вот я очень взял убрал здесь пищалку стояла фейковая пищалка вот здесь стояла фейковая пищалка я ее брал сюда поставил пульт управления здесь чуть расширил отверстие поставил эти динамики вот так же пищал я отдельно выигрыш для них отверстия и для пассивных динамиков тоже выигрыш отверстия также вот здесь внизу у меня располагаются все подключения здесь получается зарядка есть и есть выход на габаритные огни и есть и также выход на свет габаритные огни я нашел на мусорке светодиоды вытащил из подсветки телека и прифигачил на такой радиатор также я обдер короб от виниловой пленки и присобачил сюда карпет на это у меня ушел в тюбе клея 40 миллилитров также что я могу сказать баса здесь при нормальном прослушивании нету также как юхо пистара без на каких-либо настроек все потому что здесь нет никакой звукового процессора я во всех как своих колонках хочу ставить звуковые процессор я за звуковые процессоры за обработку звука перед тем как поступать и на усилитель почему это нужно делать потому что у вас звучание будет сухое и некрасиво и невнятное вот поэтому сейчас пользу эквалайзером но но хочу вам сказать это усилитель ли басов подобную хрень это нафиг не работает добавляет клиппинга вы сжигаете свои динамики у вас потом начинают не хрипеть и подобная фигня начинает происходить никогда не скачивайте себе на телефон усилители басов это очень плохо запомните эквалайзер тоже зло но в моем случае он приемлем эквалайзер я использую стандартный всеомерский также чтобы не мучиться с креплением колонки я присобачил на скотч также могу сказать что вышло неплохо все флексит руль тоже сиденья тоже звук кайфовый если с эквалайзером ну и в принципе играет довольно неплохо также могу сказать что блин вышло неплохо вот я везде использовал уплотнители то есть везде не есть их просто сейчас маркером закрашивать чтобы не было видно вот так же чтобы колонка у меня пассивка не билась об сиденье точнее об креплении сиденья я туда присобачил такой брусочек думаю вам видно вот поэтому это все что сейчас могу сказать а вы зацените бас тесты и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok